Не успели сделать вот это комьюнити, просто в какой-то момент у меня щелкнуло, и мы раз, и ушли в офлайн. Мне было страшно, потому что это первый такой масштабный проект. Ты знаешь, ты будешь три года в минус работать и потратишь там такую-то сумму денег, и ты скажешь, что, кого, до свидания, то ты теряешь вот эту нить мотивации. Чего я вообще здесь делаю, зачем? Чтобы что? А вот это чтобы что для меня важно. А если в эту осознанность человек в том числе включает осознанное питание, и он пробует ему нравиться, то он как бы... Ну, вообще-то ключевое слово. Я говорю, а что мне терять? Я возьму и попробую по-другому. Ну, я же в любом случае могу вернуться в эту условность. Всем привет! В эфире авторский подкаст «Быть брендом» и Мария Заренок. Сегодня у меня в гостях Алена Злобина, создатель, вдохновитель и мама эко-пространства «Вкус и цвет» и «Холи Веган». Алена – спикер, мотиватор, век кулинар на Ютубе и без пяти минут автор кулинарной книги. На своем Ютуб-канале она показывает, как весело можно справляться с приготовлением блюд гуманной и живой кухни. А также она популярный инстаблогер, и на момент записи этого интервью у нее около 300 тысяч подписчиков. Алена, привет! Привет! Рада быть у тебя в пространстве и благодарю за вкуснейший клюквен, гранатовый смузи. Я уже успела попробовать здесь в пространстве вкуснейший смузи и еще капучино с кокосовым молоком. Ну, чтобы дополнить картину, я тебе подарю еще маленький подарок. А, вот прям так в начале? Да, прям так сразу, ты же первый раз, надо тебе показать все наши возможности. Я подарю тебе такой набор сыроедных конфеток волшебных. И обязательно, чтобы ты сходила к нам в хилинг-центр. Вот тут, где мы с тобой находимся, это хилинг-центр. У него есть определенные свои возможности. И вот, например, можно прийти и сделать массажик. О, я очень люблю всякие такие штуки, друзья. И вот, кстати, вот вопрос, да? Пространство, эко-пространство, как я представила тебя, что ты владелец и создательница эко-пространства «Вкус и цвет». Давай так вот, а что на сегодняшний момент из себя представляет это пространство? Сколько у него граней? Что оно в себя включает? Это очень многогранный проект, который включает в себя много всего интересного. Ну, в первую очередь, это веганско-сыроедное кафе с эко-магазином, точнее, с продуктами экологического происхождения, который подходит веганам, сыроедам. Это площадка, такой небольшой лофт, который мы называем мультик. Ласково. Это мультиформ, потому как у него есть мультивозможность. То есть там переставляются мебель, переставляются столы и администраторы, и получается каждый раз новая комбинация, которая позволяет проводить разные мероприятия. От каких-то простых лекций, мастер-классов до каких-то праздников, ивентов, таких капустников, то есть разных ивентовых направлений. И дальше есть у нас практическая часть. Это большой красивый зал йоги. Соответственно, к нему прилагаются раздевалки и помещение хилинг-центра. Хиллеры – это те, которые занимаются здоровьем, но не классической медициной, а разными направлениями серии. Там какие-то энергетические массажи, дают консультацию к юмэн-дизайну, делают розен-метод, который там тактильно разблокировку тела делает. В общем, очень много разных интересных направлений есть. И вот в небольшом хилинг-центре мы как раз этим занимаемся. Помимо этого у нас в хилинг-центре можно пока-то ждёшь занятия почитать. У нас есть библиотека осознанности, где в общем доступе есть книжки, очень интересные, которые все по тематике саморазвития. И также есть ещё оффлайн какое-то направление. То есть есть блог, в котором мы пишем очень много полезной информации. Есть ютуб-канал, на котором я показываю, как готовить вкусные, полезные, гуманные блюда. И что ещё у нас есть? Слушай, ну вот... Надо вспомнить. Кстати, я могу ещё всё это вспомнить. Это уже много. У вас ещё одежда, у вас ещё футболки. Да, у нас есть направление. Ну, это такое пока экспериментальное. Ну, вот я попробовала сделать тематические футболочки, которые тоже в веганской тематике. И ещё есть такой гаджет, эко-гаджет «Фласка», которую привезла я где-то увидела на Бали. И из Словении, в Словении её производят. Мы привозим сюда, в Россию, и главным дистрибьютором их являемся. Ну вот смотри, и неужели это всё, вот это большое пространство, по сути, это особняк, в котором на разных этажах кипит жизнь, да, люди едят вкусняшки, здесь занимаются. Всё это родилось из того, что ты когда-то вела блог. То есть я читала в одном из интервью, что у тебя был блог, который ты вела по темам, интересным тебе. Так, на самом деле, немножко скажу информация, наверное. То есть изначально была задумка, да, сделать некий блог. Блог-блог. Ну, да. Ну, знаешь, раньше был такой популярный информат. Блог, ну, окей, я его называла не так. Он был у меня не блогом, он у меня был порталом. Портал. Некий портал, на котором у тебя отфильтрована информация, которую ты как бы прожил, знаешь, что она работает, и ты её туда размещаешь. Просто дело в том, что в нашем море информации всегда можно потеряться, и не знаешь, где правда, чему верить там и так далее. И вот я решила, что надо как-то взять, отфильтровать на основе своего опыта информацию, размещать её там и продвигать, чтобы люди получали уже выборку определённую по этой тематике. И по тематике саморазвития, питания определённого, там, типового питания веганского и сыроедного, вегетарианского, и по каким-то мероприятиям, куда они могут ходить, то есть там анонсовая была часть, куда ходить, чтобы что-то в себе развивать. Вот что такое, вот этот самый главный фильтр, это что? Это слово «осознанность» или это «зошность»? Главный фильтр проекта, который, портал этого был. Да, фильтр информации, который ты отбирал. Саморазвитие. Саморазвитие. Саморазвитие, да. Что сделать, куда пойти, что узнать, чтобы подрасти, чтобы измениться, чтобы улучшить качество своей жизни. Так, а и вот портал как отправная точка? Изначально задумывалось так, что да, портал как отправная точка, оттуда мы собираем некое комьюнити, то есть появляются люди, которые нас читают, как источник СМИ, например, да, и вот этих читателей мы потом объединяем где-нибудь в оффлайн пространстве. Там еще прилагался как раз онлайн-магазин вот этих самых эко-товаров, да, то есть каких-то гаджетов интересных, каких-то продуктов, которые можно готовить. И параллельно был YouTube-канал, то есть уже начинался вот онлайн-пакет, он выглядел вот так, да, то есть там вот этот был портал, YouTube-канал и интернет-магазин. Да, и оттуда уже была идея сделать некое живое комьюнити, выйти в оффлайн, сделать какую-то площадку, и я думала, что когда-нибудь я сделаю ресторан, а получилось так, что не успели разогнать блог, этот портал так называемый, да, не успели сделать вот это комьюнити, просто в какой-то момент у меня щелкнуло, и мы раз, и вышли в оффлайн. Вы нас не ждали, мы уже пришли в оффлайн. То есть это такой момент, что совпало место, время, предложение? Видимо, да, и совпал какой-то мой интуитивный импульс, потому что я такой человек, у меня, если я буду долго считать, разбирать, выбирать, то есть вероятность, что это может затянуться на года, и иногда может даже не свершиться. Но если я как бы реагирую на свой импульс и делаю тот момент, когда откликнулось, да, скажем так, то в этом моменте успех того, что это реализуется, очень высок. Ты часто говоришь о том, что это пространство, оно тебе как продолжение тебя. Я скажу так, что это проект, который вытекающий, как логически вытекающий из моей жизни в целом, да, то есть как я развивалась сама, как я что-то искала, какие-то ответы на вопросы и прочее, и из этого как бы логично произошел проект. Знаешь, вот есть такая фраза, так как я работаю с людьми-брендами, я часто говорю о том, что бизнес является отражением нас. Хотим мы этого или нет, мы и масштаб бизнеса какие-то. Да, иногда не хотим, но является. Ну да, да, да. Вот что в этом проекте вот от тебя, что взял от тебя, что здесь твое? Ну, во-первых, он эстетичный. А что такое эстетика? Это красота? Эстетика, да, это красота в деталях, в каких-то продуманных вещах, в нюансах каких-то, да, то есть как это построено, что там есть внутри, какой есть опционал, да, о том, что есть какой-то некий масштаб, это тоже от меня. То есть я как бы более масштабная и вижу, как сказать, с высоты какой-то определенной полета, да, с высоты опыта или осознания, не знаю чего, как это можно определить, то есть я как-то более целостно вижу картинку, и мне хочется и вот это захватить, и вот это, и вот здесь чуть-чуть, и чтобы был как бы опционал достаточно широкий. И, соответственно, отражение моё в проекте именно в этом и заключается, да, что здесь есть и поесть, и попить, и поговорить, и позаниматься, и попрактиковать, и массажик поделать, то есть он, да, и ещё видео посмотреть, то есть он вот как бы масштабный, да, многофункциональный, и это как бы про меня в целом. Вот, ну и, соответственно, детали, детали тоже для меня они немаловажны, и поэтому это тоже явно отражение меня. То есть это вот моменты там какой-то картины, там, драпировки, каких-то нюансов, вот это всё. Очень много всего, на самом деле все картины, которые висят, это я с Бали привозила, и очень огромное количество деталей, которые присутствуют у меня в пространстве, в разных его частях, это то, что я сама откуда-то привожу, выбираю, поэтому у меня было очень много разных историй о том, как я то с Корсики тащила эти оливковые дощечки, на которых кофе подают, да, и там ещё что-то, ну, еду какую-то, и я их тащила вот в этих чемоданах, и я говорила мужу, ну, я возьму, да, мне в кафе надо, он говорила, не, ну, ты сама как бы везёшь, вези, я меня, типа, к этому не привлекаю, вот, но я как бы везла, грибла, там, то с Бали какие-то штучечки, там, подставочки, то наволочки, тут какие-то подсвечники, там, тоже куда-то мы ездили, сейчас помню, когда мы в какой-то скандинавский город, в Стокгольме мы были, и в Стокгольме там есть такой парк мастеров, где там разные у них, там, гончарно, ещё что-то, я сначала хотела стекляшечки повезти, потому поняла, что это, ну, совсем маразм, и всё-таки остановилась тоже на наборе, там, дощечек определённых, и дощечки ещё привезла. Хорошо, а с другой стороны, а чем он отличается от тебя, что в нём уже появилось такого, что, как вот, знаешь, проект запущен, он работает, он растёт, он успешен, и вот что он привнёс уже новое, может быть, в твою жизнь, как он, может быть, уже на тебя даже повлиял, что в тебя что-то привнёс. Вообще, скажу по секрету, я запускала проект не просто потому, что это как бы то, что вот я уже знаю, и я вот сделала, да, и оно там идёт в той параллели со мной, а в том же смысле ещё, что это что-то, что достаточно массивное, и оно мне как бы в обратку поддерживает и мотивирует для того, чтобы я не останавливалась, да, вот в какой-то, в каком-то прогрессии, в каких-то там трансформациях и прочее, то есть он меня как бы в некотором смысле призван обязывать продолжать поиск, продолжать ответы, да, продолжать какие-то практики и так далее, и так далее. И, соответственно, вот в этом и есть история, что он как бы имеет уже какие-то, открывает для меня каких-то новых специалистов, людей, да, то есть посредством этого проекта большое количество людей новых в моей жизни появилось, и это вот, ну, некий фидбэк такой от него, как от проекта, да, то есть его ответочка. Да, его вклад уже в тебя. Да, 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 и вот, и получается так, что он более структурирован на самом деле, хотя я как бы люблю структуру, но из-за того, что я вижу общую картинку, да, я не люблю вдаваться вот в какие-то бытовые организационные истории, и, ну, любой проект в этом нуждается, и, соответственно, в нем они появляются, я как бы хочу, чтобы они в нем появлялись, и, ну, как бы степенно, постепенно это все появляется, и меня это радует, потому что я хочу, чтобы он был более структурирован и более организован, нежели я, потому что я все-таки спонтанная. Слушай, ну, вот, а если вернуться в тот момент, это вот 2016 же год был, да? Примерно, да. Запуском 25, по-моему, июня вы открыли... Мы открыли в тестовом режиме кафе, да, но я очень такой человек идеалистических начал, и для меня было очень важно, точнее, мне казалось, что я должна доделать до какого-то максимального хотя бы принятия идеала в своем видении, да, чтобы это как-то соответствовало моему видению, и тогда уже я буду это рекламировать, продвигать там и так далее. И я очень долго не продвигала кафе. То есть вы его... То есть вот с 25 июня до ноября он вообще никак не продвигался. То есть он полгода работал, это заходили люди, сарафанное радио, это как-то вот кто-то мимо прохожий, легкий инстаграм из серии, там, ну, у нас сегодня есть такой-то там напиток или там... И тогда еще от имени именно вкус и цвет, то есть тогда... Конечно, конечно, безусловно. То есть ты реально... Знаешь, иногда бывают люди, вот они запускают, они такие все свои социальные ресурсы подтягивают, чтобы быстрее, а ты решила сначала вывести на какой-то уровень. Мне было страшно, скажем прямо. Мне было страшно, потому что это первый такой масштабный проект, который еще и с общепитом связан, в котором у меня опыта, в принципе, не было. И он связан с большим количеством людей, и ответственности, и всего. И мне было страшно. Во-первых, во-вторых, это напрямую все равно я понимала, что ресторация и такого рода проекты, они все равно идентифицируются с тем, кто сделал. То есть у нас же часто бывает такое, что «О, открыл там Рапопорт, классно, все идут». Или «О, Зарьков открыл, по-любому надо сходить, это круто». А тут как бы «Алена, кто?» И ты думаешь, ну, если вот нужно, чтобы это первый проект, чтобы он был идеалистичен, насколько это возможно, в моем понимании. И тогда вот люди пришли и спросили «Ого, как классно, а кто это сделал?» Алена, вот. И тогда это как бы у меня складывалось. И вот я как бы немножечко тормозила этот процесс, потому что у меня там посуда не была готова, вилки не те. То есть у меня сначала там был вот некий хаос, и он длится долго достаточно. То есть я не могла это все собрать, как-то структурировать. То есть такой задан был темп, скажем, да. И у меня была посуда из Икеи, какие-то непонятные приборы. А мне это все жутко раздражало, потому что мне хотелось вот этой картинки, которую я себе представляла. У меня там заказана была посуда ручной работы, которую делали девочки в мастерской гончарной, которые сами вегетарианки. То есть вот это вот все такое душевное, детальное и так далее, оно как бы пока не произошло. И я это все как бы не покажу никому. Тогда вот когда будет все классно, тогда все посмотрят. То есть я так очень сдерживающе реагировала на проект. Слушай, ну а ты сразу понимала, что это будет стартап на особняк, на несколько этажей, то есть и кафе — это первый этап. И то есть вот опять же, как же… По наитию. Все произошло по наитию, то есть изначально мы пришли смотреть площадку под кафе, посмотрели, теоретически все окей, нам говорят, так вот тут еще есть площадки. И мы так и глянули, ушли, подумали. Я там себе начала примерно раскладывать, как это вообще, что это. А мне говорят, ну вообще логично, как бы веганское кафе, где-то йога-студия рядом, что-то должно как-то это сраститься. И вот оно как-то вот начало в процессе, в пространстве выстраиваться, 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 и какая-то картинка более-менее нарисовалась. Но прям идеального понимания тоже не было до конца, как оно до конца все будет обустроено, где это будет как выглядеть, как функционировать там и так далее. И вот в процессе, в процессе, такими вот шагами, опытом и, как это сказать, изучением вот того, что возможно, и какими-то там пробами, методом проб и ошибок, да, мы как-то выстроили эту структуру. И ну вот сейчас она, в принципе, функционирует в том должном виде, в котором… Да, слушай, ты сейчас на самом деле даешь очень классный рецепт, уже предпринимательство. Я просто очень часто общаюсь с предпринимателями, замечаю вот, особенно стартаперами или теми, кто хочет заняться бизнесом, замечаю такую ошибку, когда они хотят все распланировать 100% до конца, желательно на несколько лет. Я вижу, ты в каком-то потоке вот. Да. Идешь. Знаешь, я очень люблю фразу «тест-гипотез». Мы сделаем шаг, открываются еще вариации. Следующий шаг – еще вариации. И вот ты сейчас своей бизнес-моделью так, ну, спонтанной… Скажем так, бизнесом никто это не называет. Потому что все люди, которые существуют в сфере бизнеса, так не действуют априори. У меня как-то была лекция школы «Икра», приглашали меня рассказать, да, про проект. И там логичные вопросы, которые, ну, я, в принципе, понимала, что будет задавать. Когда я им говорю, здесь бантики, фантики, здесь посмотрите, какие красивые сыроедки, это мотивирует. Тут я привезла дощечки, там, бла-бла-бла, я им все рассказываю. Ну, и, как бы, момент вопросов наступает. Они мне говорят, классно все, бизнес-проект, ты когда прописала? Как ты понимала, сколько бабок, что, куда, кого? А я такая, а я знала, что вы мне про это спросите. Но, внимание, я не просчитывала, потому что я знаю себя. Если бы я просчитала и сказали мне, что, ну, ты знаешь, ты будешь, ну, три года в минус работать и потратишь там такую-то сумму денег, я бы сказала, что, кого? До свидания. Я туда шагать не буду. То есть, ну, грубо говоря, тебе говорят, море ледяное сегодня, иди купайся. Ты скажешь, что, я дурак, что ли? Я как-то на пляже полежу, здесь так неплохо светит, да? А когда ты понимаешь, что вроде так печет, так печет, пошел. И ты заходишь в море, потом прохладно, ну, ладно, вроде уже привыкаю, о, классно, привык, поплыл, да? И ты вот в этом процессе находишься, ты себя, ну, я просто в таком характере, поэтому я себя не обламываю такими темами, да? И, ну, мне благо повезло, да, у меня немножко другая система была в плане финансовой картины, то есть, у меня была возможность пойти на такой риск, да, или там, ну, как бы рисковать определенной суммой средств. Как бы это, конечно, такой плюс, который позволил мне так действовать, безусловно. Ну, слушай, а у меня сразу вопрос возник, и я, кстати, не начала на него ответа, пока готовилась к интервью. А из какой сказки ты пришла в эту сказку? То есть, о чем ты занималась до этого? То есть, как сформировалась у тебя, вы знаете, есть такая штука, она называется система мышления, майндсет. Я очень люблю это сразу, потому что ты говоришь, портал, в котором для людей, которые хотят осознанное саморазвитие и так далее. А где ты это, ну, набралась-то где? Все просто, это вот чисто из жизни. Я не тратила время на работу и занималась саморазвитием, да, и, собственно говоря, оттуда все и вытекло. То есть, у меня был очень долгий такой путь в плане попытки себя сделать нормальной, да, как это принято, грубо говоря, идти, работать в офис, да. И вот у меня было миллиард заходов в разные офисы, разные сферы абсолютно, но я как бы, не знаю, вот я как школу закончила, там у меня прям внутри было ощущение, ну, какой офис, какой работать, ну, не вариант вообще. Я прям чувствую, что это не то, что я это, плюс еще какие-то там в процессе, кто-то говорит, ну, типа там, как руководитель, там еще что-то, да, типа класс, ну, там опыта руководить, просто прийти и вот эту вот традиционную цепочку проходить. У меня не было ни сил, ни выносливости, все постоянно сливалось. Два-три месяца и я сливалась, 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 и потом в какой-то момент я, конечно, пошла другим путем. Я шла работать не потому, что мне нужно было просто тупо куда-то пойти, да, у меня была такая тема, я хочу загородный дом, я хочу загородный дом, чтобы его иметь, мне как минимум нужно знать, какие цены, как они строятся, где какая земля, какие есть поселки. Я пошла работать в загородную недвижимость, собственно, да, ну, как-то логично, вот, ну, плюс какие-то еще деньги, возможность, да, получить, то есть это какие-то объединенные усилия. То есть я вроде занимаюсь саморазвитием, там я выбрала агентство, которое давало образование определенное, то есть они прям учили схемам психологического воздействия, общения, плюс как строятся дома реально, то есть с нами работали строители, которые нам рассказывали, то есть я вообще об этом не думала, что я когда-то буду заниматься такой темой, да, что мне рассказывали, как там прошивки, утепления, сколько там этажей, какие типы фундамента там и все прочее, вот, ну, то есть я получила определенные знания, поработала какое-то время, потом, вообще у меня образование пиар, управление в СМИ и пиар, но я все время отникивалась от этой профессии, потому что я же честная, я не могу управлять мнением людей, вот, я должна прийти и всегда же сказать просто вот классная, хотя вы скажите, что она классная, вот это вот мне как-то не ложится, и поэтому я как-то все время от этой профессии уходила и искала какие-то еще дополнительные источники образования, дополнительные темы, какие можно узнать, и в итоге, значит, я оттуда ушла, уже на тот момент встретилась с мужем нынешним, и он там занимался определенным документацией, бумагами, строительством, и я как бы плавно перетекла туда, там, в роль пиарщика, потому что им нужен был пиарщик заниматься каким-то взаимодействием со СМИ, там, еще чем-то, и вот этот недолгий период, когда я поработала, не знаю, тоже опять же полгода я поработала в офисе, вот, полгода поработала в офисе, а потом раз-два я уже беременна, и уже там тролливали, уже дальше как-то поехали, а там и путешествия, и потом уже, когда я была беременна, и когда я родила, вот я родила там в тринадцатом году, там год пока позанималась полностью ребенком, покормила, позанималась какими-то более бытовыми вопросами, и оттуда уже раз и вытекло, что мне надо чем-то заниматься, что-то делать, что-то делать, что-то делать, я не могу сидеть, я понимаю, что в офисе я, конечно, не ходок, но что-то делать мне надо, и вот оттуда уже начало формироваться что-то, а так как у меня вот есть на протяжении всей жизни такой бэк, что я всегда искала какие-то ответы на вопросов, вообще на самом деле история такая, что, как я считаю, у меня не было сильно благополучное веселое детство, да, в котором у меня там были пряники-фонарики, тебя все любят, гладят, какая ты хорошая, все классно, там и так далее, у меня была такая очень, как сказать, деспотичная такая строгая мама, которая всегда что-то требовала, что-то докажет, ну вот эта игра в докажи, что ты хорошая, получил оценку там тройку плохо, почему так, там получаешь звездилей, получил пятерку, думаешь, ну вот сейчас похвалят, ты как бы вроде заслужил, а тебе говорят, так должно быть, и вот этот вот какой-то постоянный прессинг, напряг, все время вот это вот нет денег, ничего нету, хотя я знала, что они там работали, у них в принципе средства были, но у них, у нее, видимо, это был какой-то такой граждающий фактор, да, что типа, ну проще сказать нет, чем дать, а они непонятно, как их там потратить, а что с ними будет, вдруг там куда-то впишутся, еще что-то, в общем, не знаю, не буду разбирать ее психологию, факт в том, что у меня не осталось впечатления позитивного радужного детства, в котором у меня там было все, и все было классно и безоблачно, и оттуда появилось, конечно, определенное количество каких-то ограничивающих программ, вот этих работающих, да, каких-то там попыток что-то доказать, поиск, то есть слов любви в семье, например, не говорилось, никто никого там не обнимал, не говорил, я тебя люблю, там вот этого всего, не было чувств таких, и вот этот недостаток, и этот такой вот некий прессинг и ограничений куча, да, вот эти вот все истории, они сработали таким образом, плюс еще, видимо, какой-то врожденный стержень, который нам всем дается, да, и вот эта программа внутренняя, я не говорила, ищи, 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 что-то не то, оно должно быть как-то по-другому, это ненормально, то есть я сначала в это верила, я там до какого-то определенного возраста, типа, если я там 20 лет, то есть я была такая достаточно депрессивная, я постоянно плакала, я постоянно была в таком напряге, и так, я в принципе не очень легко схожу с людьми, то есть у меня нет такого, что я там, э-э-э, все пупсики, лапочки, идите, я вас поцелую, люблю, там и так далее, то есть не было такой прям вот изначальной истории, плюс определенный образ, ну, как бы личности, ну, характера в смысле, да, определенные условия детства, и вот это вот все, оно как бы меня привело к тому, что я не была таким вот прям счастливым, классным человеком, который тут ходит, просто радуется жизни, и все, то есть у меня было вот это вот все, я, э-э-э, что тут все не так, что происходит, и вот из-за этого состояния, естественно, как бы приходилось выходить, и уже как бы не родители, а сам. Да, и вот знаешь, Катя, вот мы сейчас с тобой даже разговариваем, ты так много улыбаешься, и вот измениваешься. Приходите в кусоцвет, вы тоже будете много улыбаться. Нет, это к вопросу о том, что вот это вот, вот они факторы трансформации. Да, это работа над собой, и вот как бы я же прошла определенный путь, я же искала тоже сама свой набор инструментов, а что мне сделать, а как вот с этим поработать, и это все такое, когда ты начинаешь этот путь, у тебя как бы автоматически находятся следующие шаги, иногда ты, ну, происходит пауза в саморазвитии, да, ты перевариваешь весь тот там пласт, который ты сейчас там освоил, да, когда оно в тебя уже приходит и как бы осаждается, да, уже как бы работает в тебе, ты уже получаешь следующие ключики, какие-то инструменты, и ты дальше идешь, шагаешь, и каждый раз у тебя качество жизни лучше, 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 то есть как бы, ну, элементарно, да, в финансовом положении, то есть из детства, в котором у меня всегда говорили, что нет денег, деньги это что-то такое, что надо всегда считать, нельзя их сливать, их надо заслужить, получить, надо много работать, там, тра-та-та, я прихожу к тому, что, тьфу, у меня такая реальность, что я говорю, мне нужны деньги, мне нужны средства, средства нужны для того и для того, и я им буду распоряжаться, потому что они нужны, а не как инструмент для определенных действий, и все раз эта картинка складывается, что вот откуда там, отсюда пришло, отсюда пришло, и все, и реально, когда ты правильно относишься к тем же деньгам, да, то у тебя они находятся в более позитивном ключе, и нет такого, что, ну, окей, сейчас нет, но они мне бы нужны были для того, чтобы вот это, вот это, а не просто там, как люди говорят, я хочу быть богатым, хочу быть богатым, на миллион, что с ними делать, что с ними делать, да. А под поджелание, под задачу, такой тоже, тот же поток? Ну, опять же, это работа над собой, ты не можешь просто такой родился, нет, можешь, дети, они как бы в своих врожденных историях ближе, да, к ним, то есть они больше в ощущениях, в интуиции и в потоке находятся, нежели взрослые, но потом тебя закидывают всеми вот условностями, ограничениями, обусловленными всякими штуками, обуславливая вот так, что оно вырастает и говорит, ага, институт работы, 8 детей, что делать, работать, работать, ага, как жить в этом мире, и как бы проект, он, собственно, про то, как разобусловиться, да, что у тебя есть определенные внутренние, как бы накопленные установки, да, и вот есть вот это вот слово такое волшебное, я сейчас его всю дорогу пытаюсь вспомнить, и пока не могу. Блин, ну, разобусловиться, это очень круто. Вот, и вот, и проект, он про это, про то, что не важно, что там было у тебя в детстве, это было, да, но это твое прошлое, окей, ты тоже там как-то, если верить реинкарнации, да, ты тоже как-то это выбрал для чего-то, потому что тоже, я, конечно, не говорю, что это все прям негативом было настолько, что это мне ничего не дало, в любом случае, как бы определенные действия родителей и определенные условия, они мне тоже что-то дали, да, то есть там идти, добиваться чего-то, не разворачиваться, что можно решить любой вопрос, что если этого нету, то это может быть, да, то есть какую-то обратку-то от этого тоже можно позитивно получить, и как бы я за это благодарна, почему нет. Слушай, как интересно. И знаешь, еще очень важный момент, тоже вот когда я разговариваю с успешными предпринимательницами, я замечаю, что именно, кстати, вот в период рождения детей, и вот этот период, он часто происходит, прорыв, прорыв, да, да, реально, осознание реально, а про что я, куда я иду, и что вообще хочу создавать? Ресурс, потому что когда ты рожаешь ребенка, рождаешь ребенка, это созидание такое глобальное, насколько это возможно в этом мире, и когда ты проходишь этот этап, ты понимаешь, если я смог создать это, ну и достаточно успешно, да, то я могу создать все, что угодно. Это как бы, я думаю, что психологически очень связанные вещи, потому что до этого, опять же, вот эти вот все паттерны, слово я вспомнила, все паттерны, ограничения, они работают на страх, усугубляя страх, что как я пойду возьму, сделаю, там, открою магазин или там буду рисовать картины, кому они будут нужны, а вдруг я как-то не так нарисую. Есть же куча разных вот этих вот ощущений, которые идут, там, плетутся откуда-то, а когда ты такой родил ребенка, и как-то уже, блин, я ребенка родила, какую картину я там не нарисую. И есть, конечно, вот, как сказать, вот, фух, выдох, выдох, вдох и ресурсность появляется, да, в этом смысле. А вот где в твоем бизнесе уже произошел тот самый момент, когда ты сказала смело, что да, это мое детище. Вот ты говоришь, я первое время, оно само, да, я там, пока там там плички придут, пока досточки. Оно не само было, оно было, как бы, всегда мое. Но мне очень настолько это все, это так же, вот, почему я часто это все ассоциирую с ребенком, да, то есть, как бы, честно сказать, я не планировала ребенка, да, все случилось, как Бог захотел, да, грубо говоря. То есть, как это должно было случиться, как Бог дал, как это все произошло, это произошло. Но я боюсь, что даже когда люди планируют, они вот в этот статус родительства переходят все-таки какое-то время. Невозможно родить ребенок и сказать, да, все, я родитель, вот мой ребенок, я все понял. Это процесс. Ты рождаешь ребенка и ты какое-то время привыкаешь. Я родитель, у меня теперь есть ребенок. И ты с этим состоянием как-то заживаешься какой-то период времени, да, у всех он по-разному. У кого-то там месяц может быть, но таких мало, да. Обычно вот до года примерно люди привыкают к этому статусу, потом привыкают, что их мамой называют там или папой, да, и они вот в этом находятся состоянии вживания. И с каждым годом потом уже это все глубже-глубже-глубже проникает. И, собственно говоря, с проектом так же. Вот я долгое время, и это все так быстро, все случилось, что-то построилось там, тара-та-та. И да, я вроде что-то делала, но это не я, как бы, это как бы не я что-то, нет, я, нет, не я. И я ходила, у меня такое было вот состояние, я прям ходила как по свежепостроенному кафе, я прям трогала стену, говорила, блин, как я люблю это пространство, оно живое, ну, оно вот есть, оно случилось. И такое вот, когда тебе дается секундочка такая сам на сам побыть, да, ты находишься в этом, блин, реально, это я сделала, так круто, так классно, это все живое. Вот, и на это требуется время, и вот потихоньку-потихоньку все глубже-глубже это все проникает, и потом ты уже это ассоциируешь и понимаешь, что да, это мое, это сделал я, это работает, это работает вот так, там в этом участвуются, так. Хорошо, и вот как раз вот приходим к теме личного бренда твоего, потому что, насколько я знаю, у вас было, мы говорим, это два периода. Первый период, когда вы развивались в большей степени как пространство, да, продвигали бренд вкус и цвет, а потом вы там, не знаю, сознательно, бессознательно, почему вы поменяли тактику и в большей степени начала, ну, мы же не в космосе летаем, да. Да, да, да. Давай объясним слушателям, что на данном этапе ты являешься как-то маркетологический лид-геном, да, лид-генератором трафика, ну, то есть как бы, грубо говоря, люди узнают тебя и потом узнают пространство, ну, если говорим про диджитал мир. Вот как вы к этому перешли, к этой модели и почему она успешна? Получилось, на самом деле, все просто, а в какой-то момент оглядываясь, соответственно, по сторонам, видя там какие-то движения, что как происходит, и это чисто вот интуитивное решение, когда ты понимаешь, что логично, логично через персону какую-то продвигать, то есть персонализация в любом проекте, она работает хорошо, потому что люди покупают у людей, люди доверяют людям, и ты понимаешь, что если весь проект – это какой-то вытекающий результат из твоей личной жизни, то как бы не идентифицировать это было бы как минимум странно, это во-первых, а во-вторых, два момента. Честно признаюсь, я люблю внимание, и я хотела свой инстаграм, популярный инстаграм, хотела, и в какой-то момент я решила, все, я делаю аккаунт открытый, рабочий, то есть до этого у меня был инстаграм в таком традиционном понимании, закрытый для семьи, для друзей, где там дети, кони, пеленки, ну вот все такое, да, суперлайт, домашний какой-то, никакой там выстроенной галереи, там этих постов по графику, лайк таймов, да, и прочего. Это просто как бы семейная история, где я там могу что-то писать, могу не писать, и это как-то бытовой инстаграм. Поставая инстаграм молодой мамы. И потом в какой-то момент я говорю, ну как-то это не то, я хочу, вот я смотрела, я говорю, я хочу красивую галерею, потому что это опять же эстетично, я хочу полезности какие-то говорить, давать, чтобы людям это было интересно, я хочу это как-то прокачивать, продвигать, плюс я же продвигаю, ну то есть я занимаюсь проектом, надо чтобы люди знали, потому что я видела лица проектов других, там, не знаю, там Вера Почуева, которая Ветер Магазин, да, делает, а вижу, что люди открыты, они пишут, они взаимодействуют со своими гостями, там, клиентами и со всеми, ну, смотря кто чем занимается, да, с подписчиками, они как-то с ними взаимодействуют, это как-то круто, интересно, и мне это все как-то так подогрело интерес, и вот это было в 16-м году как раз, да, ну, примерно вот наравне с проектом я создала рабочий инстаграм, и я начала потихоньку им заниматься, но он какое-то время был в таком примороженном состоянии, то есть я вроде решила, но как бы не хватало достаточно времени для того, чтобы плотно заняться так, чтобы все там решить, как это с галереей, как с этим делать, и так далее. Но мы говорим именно про сейчас рабочий инстаграм, именно твой сейчас инстаграм? Да, это он и есть, вот я его создала, он был в каком-то... Который сегодня около 300 тысяч подписчиков. Да-да-да, и вот он там был в каком-то неком замороженном состоянии, приклеились опять эти друзья, которые родственники, потом какие-то еще там салоны, магазины, еще что-то, да, еще что-то, ну, и вот он там колеблился, колеблился там в каком-то там серии там полторы тысячи там людей, потом, значит, потихонечку в какой-то момент это все дорастилось до там в районе 25 тысяч, то есть там одни приходили, вторые приходили, ничего. Как это вот, подожди, вот очень многие люди же спрашивают, вот у меня тысяча подписчиков инстаграма, ты говоришь, ну как-то потихонечку, как? Ты первую двадцатку не замечаешь. Ну все-таки, ну ты что-то, я шучу, я шучу, на самом деле. Ну ты начинаешь пробовать какие-то инструменты, так, тут какое-то продвижение предлагают, тут какие-то истории там с коллаборациями, тут кто-то про кого-то рассказал, какие-то взаимные пиары. В тот момент у инстаграма были другие правила, еще пару лет назад, и это было сделать легче. И поэтому как-то это достаточно органично, какие-то вот истории, они как-то происходили быстро. Тут кто-то про тебя рассказал, тут ты что-то написал, тут ты для кого-то какой-то подарок приготовил, там как-то обменялись вы какими-то темами, какой-то бренд там написал, вы ему, ну как сказать, спонсировали его подарком, там еще что-то, еще что-то. Но смотри, момент такой технический, то есть у тебя был вкус и цвет, и твой личный инстаграм, как он называется, нижнее подчеркивание, Алена Нижна Глобина. Вот, мы, друзья, в описании к ролику и на сайте этого подкаста есть оба инстаграма, так что зайдите, посмотрите, можно даже отлистать назад, увидеть, как все это начиналось. Вот, то есть было два аккаунта, один вел менеджер, другой вела ты свой, вот этот рабочий, или оба вела ты? Когда только начиналось кафе, у меня был один личный закрытый аккаунт молодой мамы, и один открытый аккаунт молодого кафе, и оба вела я, да, оба вела я, это было тоже так, ну достаточно разнопера все, незатейливо, там, просто реалии жизни, там, ну вот как в традиционном понимании обычного инстаграма, да, никаких там маркетинговых ходов и всего прочего. В какой-то момент потом, и было, было так, обманываю, был проект «Вкуса цвета» аккаунт, который уже мы искали, СММ какие-то менеджеры штатные вели, ну так тоже достаточно скромно просто, был отдельный кафе, и отдельно мы как бы мой закрытый. Потом, значит, в какой-то момент, когда уже началась вся движуха, меня уговорили, что люди путаются, что какое-то, как это, отдельно кафе, мы потом в какой-то момент прирастили, объединили в проект, да, и контент по кафе опубликовали в общем аккаунте, я вернулась к своему бытовому, и потом уже я сделала рабочий, и так время от времени набегами начинала им заниматься, оставлять, заниматься, оставлять, заниматься, оставлять, и вот где-то в районе последнего года, это уже плотная работа постоянная с инстаграмом. То есть теперь вот последний год системно, осознанно работаешь на то, чтобы, как ты сказала, мне хочется, вот благодарю тебя за честность в этом моменте, да, а ты знаешь, многие люди, ну я так веду, ну как бы, но вот ты второй человек из 60 интервью, которые мы сняли на этот момент, первый был Павел Гительман, который тоже после услышания сократилась, сказала, что я хочу быть популярным, понимаешь, вы услышите обо мне, да, вот, и поэтому, собственно говоря, вот, я благодарю тебя за это, то есть и ты начала, вот сейчас ты популярный блогер, у тебя много подписчиков, ну потому что для кого-то, нет, понятно, что есть миллион у кого-то, да, очень хочется в это верить, я, конечно, считаю, что я еще недостаточно популярный блогер, но хотелось бы в это верить, ну и соответственно вот после миллиона начинается популярность. Как у нас изменились сейчас градации, ты понимаешь? Ну нет, когда там, извините, есть люди за границей с 50 миллионами подписчиков, то, конечно, 200 тысяч уже просто, ну как 2000 раньше, то есть уже, конечно, инфляция происходит. Ну а ты знаешь, чем прикол, когда, например, я выступаю на аудиторию там тысячи человек в оффлайне, я прошу поднять руки тех, у кого инстаграм мини тысячи человек, ты понимаешь, что основная масса аудитории, вот большинство людей, у них маленькие инстаграмы, которые даже еще пока осознанно не ведут, то есть они еще на самом деле находятся в стадии, которая у тебя была два года назад, и есть огромное количество людей, у которых нет еще инстаграма, и ты говоришь, что инстаграм это действительно очень классная площадка и для бизнеса, и для коммуникации и так далее, поэтому все это относительно, относительно того, кто… Ну безусловно, но, как сказать, у кого какие аппетиты, масштабы и так далее, да, и если я говорю о том, что я масштабный человек, да, я начинаю строить площадку и не просто кафе, да, у меня кафе на 8 столов, оно само по себе, в принципе, небольшое, но я не готова была нырять, скажем так, в ресторацию на 100 посадок, когда нет опыта в этом, то есть я осознанно сделала этот выбор, при том, что масштабность моя сохраняется, 600 метров площадки все-таки не вот тебе двухметровый кабинет, да, то есть это определенная, как сказать… Философия. Определенная философия, определенные… В общем, это определенное качество личности, да, которое вот во мне заложено, мне нужно, чтобы было масштабно. Если вот слушать, то мне нужно слушать много людей, чтобы я могла им чем-то помочь, да. Понятно, что каждому, если даже один человек какой-то дает фидбэк о том, что ему помогло то, чем я занимаюсь, у него там что-то изменилось в жизни и так далее. Конечно, я этому безумно рада и благодарна, да, но мне хочется охватить как можно больше. И чем вот больше я это слышу, поэтому, как я недавно сказала в сторис у себя, говорю, ребята, я поняла, если вы хотите сказать мне что-то хорошее, говорите, не сдерживайтесь. Меня это реально мотивирует, мне это хочется дальше делать, и двигаться, и реально очень приятно, когда пишут люди, и когда рассказывают истории, кто-то, кто у нас работает, как изменилась их жизнь, а таких историй достаточно много, и все, кто сотрудники, они не раз упоминают о том, что это просто волшебный проект, в нем какие-то чудеса творятся, у нас там жизнь меняется, творчество просыпается, энергия начинает течь куда надо и все такое. Я когда-то все слышу, у меня такие прям все, все зря, все не зря и все классно, и все работает как надо. И это, безусловно, вдохновляет, хочется дальше двигаться, что-то делать. Что иногда, конечно, когда там ковыряешься в своих каких-то организационных вещах, делах, моментах, каких-то там, не знаю, каких-то стратегических историях, которые там вот происходят, то ты теряешь вот эту нить мотивацию, а чего я вообще здесь делаю, зачем, чтобы что. А вот это чтобы что для меня важно, то есть мне нужно видеть какой-то конечный или промежуточный результат, мне нужно слышать отклик какой-то там, так правильно, неправильно, какие ориентиры, что там меняем, идем сюда, не туда. То есть получается, что аудитория дает тебе такой фидбэк, который показывает тебе, что двигаешься в правильном направлении. Безусловно. Это, кстати, очень тоже важный момент. Ведь некоторые люди боятся проявлять личный бренд, не понимают, как это делать и говорят, что бизнес там, бизнес так работает, а зачем личный бренд. А вот ты сейчас показываешь очень важный критерий, зачем, потому что когда мы видим, мало того, что это эффективно, потому что мы влюбляемся в тебя и приходим сюда. Понимаешь? Ну, по факту. Ведь, например, я оказалась в этом пространстве. Сейчас очень круто, я, прошу прощения, перебила, сейчас очень круто, я буквально вот перед интервью сидела, перекусила в кафе, и рядом сидит мужчина с женщиной, я ем там, что-то разговариваю, а она так долго немножечко так это... Потом говорит, не, ну вы такая классная, я все время на вас здесь в кафе смотрю, смотрю, а тут вы прям рядом, живая, там сидите, круто, спасибо вам за проект. Ты сидишь такое, блин, как классно, спасибо, да, и ты реально видишь, как люди реагируют. Потому что все просто в кафе наизусть выучили, пока не едят, а это, как сказать, адская машина-телевизор, который по-любому прикладывает к себе взгляд, ты не можешь даже... Ты про вот это? Конечно, когда экран висит, и когда там что-то на нем крутится, ты вообще хочешь, не хочешь, я знаю эти ролики наизусть, но ты сидишь, ешь, и у тебя взгляд, ну так устроен наш мозг, он притягивается, ты втыкаешь в экран, да, и когда там просто с утра до вечера крутятся ролики, и постоянно твое изображение, это там моя маленькая империя, маленькая империя меня, да, где там фотографии уже у на меню моя фотография, на анкетке моя фотография, на экранчике мои видео, то есть все так... Друзья, вот пример крутой интеграции бренда-владельца в разные аспекты бизнеса, понимаешь? Вот очень прям вот показываешь... Мне так стыдно на самом деле, потому что я говорю, там только доски почета моей не хватает, чтобы еще грамоты мои висели. А вот где, кстати, был такой момент, когда ты все-таки первый раз почувствовала, вот смогла про себя... Может быть, ты не сказала фразу, о, наверное, я личный бренд, но почувствовала этот отклик, что ты узнаваема, что ты востребована, и вот именно ты. Вот где это было? Я не называю, на самом деле, пока это вот прям состоявшимся личным брендом, все-таки пока это происходит все-таки в моем понимании, да, я не знаю, как это смотрится со стороны, это персонализация бренда «Вкус и цвет» через меня. Пока это вот так вижу. Как только я сформирую стратегию захвата мира и позиционирую как бы какую-то историю свою, как себя, как бренда, тогда я смогу называть это личным брендом. Безусловно, это как бы, как сказать, в каких-то определениях маркетинга так называется, да, то, что есть сейчас уже. Но в моем понимании это пока немного в другом ракурсе существует. А что касается вообще узнаваемости и вот меня как какой-то публичной личности, был вот один момент совершенно четкий. Мы были на фруктовом фестивале под Нью-Йорком, в штате Нью-Йорк, там где-то километров 200 от Нью-Йорка, в лесу, там на базе, вот американская такая турбаза, значит, и там вот эти все товарищи, которые практически со всего мира, но преимущественно все-таки американцы, а американцы, как мы знаем, народ интернациональный, да, то есть и получается, что там есть какая-то русская комьюнити, которая тоже живут, они в Штатах и приехали на это мероприятие. И вот мы сидим, значит, там в столовой, за столом, там вот уже сложилась определенная тусовка каких-то вот русских американцев, и только вот мы с мужем и один парень из России прямо приехали туда, остальные все как бы местные русские. И вот мы сидим, значит, едим там это, потихонечку что-то обсуждаем, и садится девушка молодая, такая, не буду врать сколько лет, прям молодая девушка, она садится за столом, она так что-то разграет, там в который момент порастет, такая, это же вы, я вас знаю. И я так, она со мной разговаривает, она, ну это же вкус и цвет, ютюб, я же ваши рецепты всегда готовлю. И я так сижу, я такая, подавилась едой, и такая, а у меня внутри такая, что, что она со мной разговаривает, что происходит. А она живет, то есть она там уже лет 7 живет в Штатах, в каком, ну не помню, в каком штате, то есть он 7 лет живет в Америке, и она, я говорю, ну да, да, так классно, ааа, прям круто там, чуть ли не распишитесь мне там на чем-нибудь, на дуриане там уже. Вот, ну и вот этот вот момент, он как бы меня так включил, и ходила еще весь день, думала, да ничего себе, она живет в Штатах, а она вот изучала просто ютюб, и что есть, и какие проекты, и она, я все знаю про ваш проект, я ваши рецепты готовлю, вот я если приеду в Россию, я к вам приду сразу же, и вообще кто у меня едет, я всем рассказываю, что вы там сходите, там классно, там и так далее. Слушай, просто любопытно, вот сейчас у тебя на канале на момент записи интервью, по-моему, 14 тысяч подписчиков, да? Ну, в районе 14, это суперорганик и никак не продвигался лицо. Да, да, да. А сколько было на тот момент, тогда, когда это было? Да, это было, сколько это было, год назад, это было полтора года назад, год назад, год-полтора. Ну, то есть, ну, явно было меньше. Было меньше, да. Это я к тому, что мне очень нравится, как работает ютуб, вот так вот, такие вот фантастические, действительно, когда получаешь фидбэк с ютуб роликов, ты удивляешься, кто, где, в какой профессии, как случайно, через кого нашел твой ролик. Ютуб живет по особенным законам? Да, но я пока не изучила все законы, и как заниматься ютубом, на самом деле, для меня пока это немножко тайно окутанное мраком, но есть какой-то свой плюс, потому что это суперорганический трафик, который, ну, вот, только целевой аудитории, то есть, там вообще нету каких-то людей, которые попали бы туда случайно, подписались насильно, там, или что-то в этом роде, да, то есть, это, ну, вот, просто реально те, кому интересно. И, на самом деле, мы когда обсуждали, я училась в школе телевидения, обсуждали с парнем, который занимается ютубом, о том, ну, он там рассказывал какие-то стратегии, как это делается, там, и что, как, и он все время мне говорил, ну, это не дело, ну, вообще, какие сыроедные только рецепты, ну, надо как минимум вегетарианские делать, ну, это же вилка, это аудитория, ну, кто там, ну, это же вообще, ты до конца жизни будешь раскачивать это вот таким, а можно еще рыбку приготовить, там, и вообще, хе-хе, там, подвинуть, да, рамки. Я говорю, нет, ну, у меня все концептуально, зачем они мне нужны, кто там пойдет рыбу готовить, мне вот-вот надо, и вот у нас был такой с ним небольшой этот, ну, не батл, но такое вот было обсуждение этого момента, он говорил, ну, так не делай, то есть, ты хочешь вот, типа, продвинуть популярное, ну, не будет у тебя ляма с таким форматом, ну, никак, а, типа, ну, а ляма – это результат, да, и я говорю, ну, не надо мне пока, ничего нет, вот зато у меня мои чистые, концептуальные, преданные, да, и как бы мне это, ну, как бы нравилось, мне и сейчас это, в принципе, нравится, но, конечно, опять же, помним про масштаб, хочется… Про стратегию захвата мира. Хочется, да, про стратегию захвата мира, которую я еще не прописала. Кстати, существуют разные типы маркетинга или маркетинга, и вот про активный маркетинг – это как раз таки про то, чтобы придумать, сгенерить какой-то инфоповод, да, вот, там, какую-то идею, которая начинает, там, не знаю, фестиваль, там, событие какое-то, да, через которое, делая которое, создавая которое, ты как раз и начинаешь захватывать все-все-все аспекты. Так что у вас вполне возможно, что на каком-то мозговом штурме вы просто придумаете какую-то идею, чтобы вам хотелось реализовать. А реализовав это, вы такие оглядываетесь назад, такие, о, да мы же уже вот… Приросли. Приросли. Пойдемте, пойдемте. Да-да-да, приросли. Вот вегетарианство, кстати. Такая тема, то есть ты, как это называется, адепт, пропагандист. Вот нет, вот это слово «нет» у меня. Ну, потому что, ну, все-таки я захожу, и там, вот, здесь такая-то… Ну, то есть я вижу… Да, plant food only. Вот, да. Точно, это как, я завяжу в сторис сразу. Хоп. То есть это, я как комплимент про то, что… Просто слово агрессивное на самом деле. Пропагандист. У меня философия, как говорится, в йоге среднего пути, да. Я не люблю фанатизм ни в чем. Да, кому-то он способствует добиваться целей, и кем-то он прям рулит. То есть человек, если, допустим, так вот фанатично чему-то не следует, то он вообще не может ничего сделать, да. То есть у него либо фанатично, либо никак. Угу. Вот. То у меня так не работает. Я как бы иду и иду. Я знаю, что я иду аккуратно, и я все равно дойду. То есть бежать, не знаю, там, через лужу, чем быстрее пробегут, тем меньше заляпаюсь. Это не про меня. Я лучше посмотрю, как это можно сделать. Как-то накидаю каких-то камешек и ровненько пройду, да. И это отражается, собственно, во всем, что я делаю. И поэтому называть себя пропагандистом – нет. Потому что… Ну и евангелистом? Тоже нет. Тоже нет. Хорошо, а ты просто нет. Все, что нагисты – нет. Хорошо. Просто фишка в том, что я знаю на своем опыте, что мне так комфортно, мне так интересно, мне так помогло, мне облегчило состояние, настроение и прочее-прочее такое образ питания. Но я придерживаюсь взглядов того, что дуальность мира никто не отменял, белая-черная, черная-белая, мужчина-женщина, мясо-не мясо, да, то это как бы присутствующие части в жизни. То есть сказать, что только жизнь без мяса идеальная и правильная я не скажу и не буду, а это и называется пропагандист. Но при этом я призываю людей и пропагандирую осознанный образ жизни, да. Когда ты понимаешь, что для чего ты делаешь, и что ты что-то делаешь не потому, что это модно, а что я пойду это сделаю, посмотрю, как это на мне отразится. То есть я человек, который все на своем опыте проходит, да, и пробует, и узнает, и допустим, не знаю, там впечатление о городе имеет тоже только на основании своего эксперимента, да, своего опыта. И поэтому, соответственно, я это и пропагандирую. Ну да, то есть получается, что ты пропагандист осознанности, да, так и да. А если в эту осознанность человек в том числе включает осознанное питание, и он пробует, ему нравится, то он как бы… Ну, вообще это ключевое слово, и оно распространяется дальше уже на все сферы жизни. То есть если ты уже включаешь осознанность, да, и ты осознанно подходишь к своей жизни, то ты начинаешь разбирать на молекулы все направления своей жизни, да, и ты начинаешь проверять так, а как я вот в этом, а как я вот в этом, потому что ты фокус внимания переводишь. Осознанность – это что? Это фокус внимания. Ну да. А скажи, а как ты… Вот существует огромное количество разных людей, там Москва, город, там все едут и так далее. Я знаю, что ты берешь интервью, я знаю, что у тебя часто приходит мастер-класс интересных вот людей, известных людей, которые являются, может быть, если не поклонниками, то друзьями пространства, да. Вот как ты в потоке, в человеческом потоке… Ты сама искала персонажей, которые тебе интересны? Да, конечно, безусловно. Все, на самом деле, происходит не так часто, как хотелось бы, да, из всего, что ты перечислила. То есть это могло бы и желательно было бы быть чаще, но ввиду моего там графика и ввиду того, что я… Ну, в какой-то момент моя масштабность, она имеет и минусовую, да, сторону. Когда ты про все, то это все у тебя не часто повторяется, то, что ты рассыпаешься на множество разных направлений. Если это сфокусировать поэтапно, например, там, на каждое уделить определенное количество времени, да. То есть, например, все там, не знаю, в эти ближайшие два месяца мы берем только интервью. У тебя есть там полуинтервью, которых там на два года хватит, ну, грубо говоря. Или там вот в этот месяц мы там фокусируемся на… Мастер-классах. Возможно, так было бы эффективней, но не так интересно. И поэтому у меня вот это происходит в таком немного хаотичном режиме, но зато я охватываю разные сферы, и когда могу это, когда настроение есть на это, там, и так далее. Нахожу их сама, и большинство, конечно, они являются моими какими-то знакомыми и друзьями пространства, которых, скажем так, я имею компетенцию пригласить, и они мне не отказывают. Вот, соответственно, да, приходили девочки, которые тоже приверженцы какого-то более осознанного взгляда на жизнь. А было ли у тебя такое, что вот ты знаешь про что твое пространство, ты видишь какую-то персону, и ты понимаешь, что вы прямо с ней созвучны. И ты вот шла, делала предложение, или через нетворкинг знакомилась, или вас специально знакомили по твоей просьбе, и в итоге ты выходила в какое-то интересное партнерство, или мастер-класс, или еще что-то такое. Я такой человек, который, как бы сказал, как бы назвал Human Design – это проектор, который ждет приглашения. То есть я есть, я делаю какую-то определенную деятельность, и, как правило, если кто-то что-то новое, то они сами приходят, меня находят, сами делают предложения. Предложений, на самом деле, огромное количество, в том числе и на интервью, и на сотрудничестве, и на коллаборации. Я не на все откликаюсь. Я, честно скажу, пока позволяю себе такое. Пойду, не пойду, не буду, надо, не надо. А что касается каких-то людей, которые, я понимаю, что они здесь будут органично смотреться в мастер-классе. Ну, точнее, это не мастер-класс, это приготовление совместной еды, наверное, да? Ты имеешь в виду видеоролики с приглашенными гостями. И это, и я знаю, что у вас проходят различные школы материнства у вас была, да? Да, да. Еще какие-то спецпроекты. Это все органично происходит посредством жизни проекта. То есть люди как-то видят через меня или через какие-то другие источники, и они как-то сами приходят, предлагают или мне пишут, я их сразу перенаправляю на людей, которые могут с ними там о чем-то договориться. И происходят какие-то совместные проекты или происходит какое-то совместное действие, там, ну, будь то мастер-класс или школа материнства, там, и так далее. Ну, девочка вот, которая осознанно материнство рода, да, ведет, я с ней как-то взаимодействовала несколько раз, я ее увидела в Инстаграме, мы с ней переписывались, потом уже, ну, то есть мы с ней ни о чем конкретно не договаривались. Она в какой-то момент сама пришла к нам в студию, ну, как на площадку, и параллельно, примерно в этот же момент, тоже чисто интуитивно, я ей написала, говорю, мы с тобой давно планировали сделать прямой эфир, давай прямой эфир сделаем. Она говорит, да, ну, у нас вообще-то к тому же еще есть и у вас на площадке вот эта школа. я говорю, ну, все вообще классно сходится, давай. И как бы мы делаем прямой эфир и разговариваем об этом, и заодно говорим о том, что есть вот такое мероприятие. То есть это все как-то, я настолько нахожусь вот в каком-то настроенческо-эмоциональном, импульсивном состоянии, да, что это происходит, в большей части у меня, ну, видимо, хаотично. Ну, хотя это слово не такого неположительного окраса, но тем не менее. Положить позитивно хаотично. Хорошо. И вот смотри, все-таки, как, вот, если, важно слово, я не могу про него не спросить, конкуренция. Хотя я интуитивно уже понимаю ответ, но я все-таки спрошу. Как ты чувствуешь, какую вот нишу вы заняли, нашли ли вы свой голубой океан, во-первых, вот на рынке Москвы для осознанной аудитории? Безусловно. И даже скажу, что мы заняли такую нишу, которая не занята никем, то есть в такой комплектации опционала, как у нас, нет ни одного пространства в Москве. Сейчас там появляются какие-то дополнительные новые места, но они все равно появляются. У них вот, вот он есть вроде классный, но вроде вот про похожую тему, но у него вот какого-то кусочка нет, да, или вот здесь вот появляется, но у него другого кусочка нету. И вот в такой комплектации, как есть у меня пространство, да, чтоб тут и хилинг, и практики, и площадка для лектория, там мастер-классов кулинарных в том числе, и так далее, и так далее. И кафе такой комплектации просто нет. И в любом случае любые проекты, которые открываются в этом направлении, они не могут считаться супер какими-то конкурентными и перетягивать идеяло, потому что рынок очень маленький, и любые появляющиеся проекты, они партнером могут быть, там, я не знаю, какое еще такое приятное слово к этому подобрать, то есть это люди, с которыми мы делаем рынок, ну рынок тоже слово такое относительное. Развиваем нишу. Развиваем нишу, да, соответственно. Да, у меня есть такая фраза, у меня тоже так работает ниша личного брендинга, есть эксперты, с которыми мы дружим, коллаборируем, продвигаем друг друга, хотя в принципе у нас похожие продукты, и мы это называем печь общий пирог, вот сами между собой, потому что, опять же, а скажи, а имеет ли географическая привязка вообще, вот все-таки аудитория к тебе едет со всей Москвы, или все-таки на регулярной основе нужно понимать, что вот именно сюда, вот займ пространства, вот флакон и так далее. Сейчас такая тенденция, что вообще люди едут, едут, единственное, что, конечно, не всегда это, как сказать, у них вызывает позитивный отклик, что им приходится ехать, хотя они хотят ехать, как бы они хотят посещать, но им далеко, и, соответственно, ну как бы люди уже ориентируются на свое время личное, когда могут, едут, когда не могут, не едут. И из-за того, что это узконаправленная история, то люди едут, то есть едут на практике, едут в кафе, как правило, в выходные, это самые-таки ударные дни, когда люди свободны от работы, когда они могут себе позволить перемещаться и распоряжаться своим временем более в широком смысле, да, и они приезжают. И как ты думаешь, а вообще в перспективе, с точки зрения, ну, смотря в будущее, ты рассматриваешь на себя какой-то вариант франшизы, масштабирование через все? Я молюсь и мечтаю о том, чтобы это произошло как можно скорее, потому что на самом деле огромное количество запросов на эту тему, и мне бы хотелось очень. очень. Есть там нюансы организационные, над которыми я сейчас активно работаю, да, это вот упаковывание бизнес-процессов в какую-то понятную мозаику. Пока это не сложно, да, пока это не выработано, то невозможно это ратировать. И сейчас, ну, вот одна из задач на ближайшее будущее это все укомплектовать таким образом, чтобы реально было сделать франшизу. И просят и по России, и у меня тоже был случай, примерно вот в тот же момент там девочка, когда меня узнала в Америке, это в этой же поездке было, и я вернулась из этой поездки, и через пару месяцев мне пишет девочка, которая живет в городе, вот откуда на Burning Man выезжает, как он, Рина, город Рина, вот, причем мы там были, это в районе Лас-Вегаса. На Burning Man тоже была? Да. Тоже это как? Тоже это в масштабе того, что я делаю, или потому что кто-то тоже был? Тоже, потому что кто-то тоже, очень много кто был. Из моих знакомых я в последнее время часто слышу Burning Man, и я уже прям, интересно. Это вот у нас была насыщенная поездка, вот полтора года назад, когда мы поехали с мужем без ребенка в Америку, обычно мы про семью все ездим на зимовку на более длительный период, а тут мы поехали на три недели с ним, и мы в нее уложили там просто несколько таких событий активных, то есть мы были и на фруктовом фестивале, и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, и потом на Burning Man съездили. Ну, в общем, такой у нас был трип-трип, такой насыщенный. И вот мы посмотрели этот город, он такой вот прям вот в районе Лас-Вегаса, то есть ну прям суперпростой городок, где-то такой вот на краю, ну вот, городок, а дальше пустыня, грубо говоря, да, то есть на краю какой-то цивилизации, непонятно что, в плане не верится, что там есть люди, которым, у которых есть потребность иметь такой проект. Напишет мне девочка оттуда, у нас здесь так этого не хватает, я слежу за вашим проектом, дайте мне франшизу, я хочу и мне надо, там, и трали-вали. Вот, я тогда даже, по-моему, растерялась и ничего не ответила, потому что я настолько вообще удивилась, впечатлилась и вроде растерялась. Девушка, если вы мне смотрите, если вдруг вы смотрите это интервью, простите, пожалуйста, что я вам не ответила тогда, я просто действительно немножечко растерялась от того, что, а что так можно, а что так нужно, а что происходит вообще, да, потому что у меня не укладывалось в голове как-то вообще там вот в этом городе, в Штатах, у них там уже столько проектов есть, у кого взять франшизу, почему пишут мне. Вот, ну и огромное количество людей по России, по Москве, Питер просит давно, да, чтобы что-то такое, ну они просят, чтобы открыли, либо как минимум дали. Да, да, ну это к вопросу о захвате мира так. То есть у меня, как сказать, мир меня начал захватывать раньше, чем я его. Да, и это, кстати, очень, знаешь, сигнал, ну ты наверняка понимаешь, что это сигнал, что ты делаешь все правильно. Нам же часто подсказки идут с разных сторон, так, так, так. Люди часто создают какие-то бизнесы, потому что подсказки идут, создай, дай, продай, и так далее, и так далее. Да. Я благодарю тебя за эту встречу, за то, что ты сказала нам да. Потому что я уже поняла, что ты выбираешь какие проекты, какие интервью. Я, кстати, еще хотела спросить по поводу спикерства. Вот ты много, вообще как ты оцениваешься, ты много выступаешь, много даешь интервью или? Не так много, как могла бы, но это связано, опять же, с моим географическим перемещением частым, да, из-за того, что когда ты находишься в гуще событий, да, в Москве, то больше вот в этом потоке прилетающих предложений и есть время на то, чтобы на них ответить, чтобы их реализовать. А когда ты находишься в большей части за границей, то это как бы такой рваный немножко график, получается несостыковки во времени, там, прочим-прочим, потому что мне говорят, все, давайте вот тогда, нет, не могу, я улетаю. А тогда-то я тоже прилетаю, улетаю, лечу я, не там. Такой вопрос, может быть, необычный под финалочку. Есть у тебя какой-то вопрос, который ты очень хотела, чтобы тебя спросили, но тебя до сих пор никто не спрашивал? Какой-то вопрос, на который тебе очень бы хотелось ответить, но почему-то никто не до сих пор не спросил тебя об этом, а ты бы хотела, чтобы Мира об этом узнала? Надо, конечно, подумать, но сходу так вопроса такого нет. Хорошо, а если самый любимый вопрос? Вот какой у тебя вопрос, на который тебе больше называют отклик, который тебе больше всего хочется ответить? Вот если тебя спрашивают, думаешь? Сейчас расскажу. Я бы сказала, есть такая тема, тема о том, как это происходит. То есть есть люди, они все стараются жить из логики какой-то, из раскладывания какой-то структурирования и так далее. И вот тема, которая мне нравится, это тема про некое волшебство жизни, про вот эту легкость бытия некую, про то, что все-таки, как сказать, оккультизм звучит страшно. А метафизика? И для людей, для меня не страшно это все звучит. Я просто говорю про масштабы людей, как люди мыслят, какими историями. И я вот про тему того, что в жизни все возможно, что нет границы, что надо жить все-таки из понимания того, что все реально. И более того, там даже самые невероятные фантазии реальные, да, просто нужно разное количество времени на их реализацию. И вот я про это, и мне нравится эта тема. И мне нравится эта тема тем, что она вполне реальная, но люди ее почему-то не воспринимают. То есть они говорят, а, опять она про какие-то сказки говорит, про какую-то фигню, да. Ну как бы да, но если бы я это не сделала на своем опыте, да, если бы у меня так не происходило, я бы и не бралась утверждать ничего подобного. Но я же знаю, что это реально. И в какой-то момент, как у меня произошло, я жила обусловлено, жила вот теми понятиями нормы, правилы, как должно быть. И это было все очень так вот серо-скомканно. Я понимала, что я не вписываюсь в эти рамки. Да, меня обусловили, но я не вписываюсь в эти рамки. И в какой-то момент я говорю, а что мне терять? Я возьму и попробую по-другому. Ну я же в любом случае могу вернуться в эту условность. И вот в этот момент, когда перещелкнуло, я себе позволила помечтать, сделать, поставить какие-то нереальные, которые мне тогда на тот момент казались. Ну с чего мы все начинаем? С материальных каких-то вещей, которые кажутся нереальными. Что там в 20 лет, кому-то 18, раньше кажется нереальным там машина какая-то. У меня вот, как сказать, я себе позволила похотеть то, что я позволила похотеть. И как бы в очень короткие сроки это реализовалось. Как только я себе обрисовала эту мечту, картину, конкретные какие-то визуальные формы. То есть конкретизировала свои желания, какими бы нереальными они мне не казались. И в тот момент все пошло. И вот оно реализовалось. И вот я это хочу до людей доносить и пропагандировать. И еще такую вещь, наверное, важную донести до людей, что можно что-то пробовать по-другому. Есть обычный путь, который для вас привычный. И вы можете это пробовать сделать по-другому. И вот этот вот ключик, он как бы работает в любой сфере, в любой истории жизненной. Не важно, о чем она. И она дает очень классные результаты. И она дает вообще фантастические иногда результаты, которые ты не ожидаешь. И вот я про это, про то, что можно по-другому. Ты привык вот так, а попробуй по-другому. Ты привык есть вот это, попробуй по-другому. Пробуешь, и ты сам, тебе не надо, чтобы тебе кто-то доказывал, что это полезно, или что это вкусно, или что это классно. Просто берешь, пробуешь. Нет, нет, дальше пошел. Попробовал, о, ничего себе. Я вижу такой там результат движения и так далее. И вот эти вот истории, они очень круто меняют жизнь. И мне вот хочется, чтобы люди, они смотрели на жизнь вот из этого ракурса. Чтобы они пробовали чуть-чуть вертеть, как кубик Рубика. И вот здесь волшебство случается, когда ты тут подвину, тут подвину. Но этого, конечно, надо дозреть иногда, потому что иногда страшно просто. Потому что тут все понятно, а там непонятно, как кубик Рубика, кого чего повернуть. Вот, так что я вот про это. А про вопросы уже не важно. Уже не важно. Потому что, знаешь, мне кажется, в наше интервью, оно было пропитано вот историей про волшебство. Потому что твоя история создания бизнеса, это действительно не линейная история. Надо есть такую, возможно, упомянуть вещь, что волшебство, оно имеет место быть, но оно работает на вашей энергии. И если у вас есть эта энергия жизни в вас в первую очередь, то тогда это все работает быстро, качественно и надежно. Да. И, кстати, то, что присутствует в пространстве вкус и цвет, это как раз-таки то, что дает энергию жизненную. Потому что мы говорим про питание, про физику, про осознанность, про чтение, про окружение. Это на самом деле… Это формирует определенный набор инструментов, которые вы вводите в свою жизнь и которые меняют это качество вашего восприятия, дают вам инструменты, которые дают вам ресурсное состояние в себе самому в первую очередь, которые вас возвращают, убирают все лишнее, все какое-то возвращает вас в ресурсное состояние. И это ресурсное состояние, то есть ваша жизненная энергия – это ваш энергетический кэш. А на этот кэш вы реализуете любые свои задумки, планы, мечты и так далее. Благодарю тебя за эту встречу. Взаимно благодарю. Была очень интересная беседа. Да, очень интересная беседа про то, про что… в общем, не про бизнес. Про бизнес, но как следствие каких-то совершенно других механизмов. Да. Вот, кстати, те самые футболки. А мы, кстати, говорили про них? Мы говорили, что у тебя есть футболки, но мы их, конечно, не показываем. Да, вот эти футболки, мы их делали на Бали. И у меня есть такая фирменная футболка «Zlo be nice». У нее есть целая история. Понимаете, да? «Zlo be nice», то есть «be nice». То есть «zlo be nice». Да, «zlo be nice». Плюс «nice» по-английски пишется «nice». В «nice» я провожу большое количество времени со своей семьей. И здесь такой шифр есть, фирменный шифр. Алена Злобиной. Кстати, давай подписчикам подарим футболочку, давай разыграем. Нет, я за, давай, конечно. Слушайте, какая... Иностанцию будет сложно понять, кстати, вот это непередаваемый его слов. Это шифр, волшебный шифр. Волшебный шифр, потому что все изучения американцев будут смотреть и думать, что это значит. Что за зло? Что за зло? Чтобы получить вот такую футболку и интриговать всех, кто понимает что-то по-английски, нужно сделать очень простое действие. Во-первых, обязательно подпишитесь на Алену в инстаграме. Это первое. Второе. Под этим роликом на ютубе обязательно напишите «insight». То есть, вот вы прослушали наше интервью, что отозвалось у вас максимально? Что вам понравилось? По-русски «озарение». Озарение. Ну, на канале «озаренок». На канале «озаренок». Напишите ваше «озарение». Да, напишите «озарение». И ты сама выберешься рандомайзером? Ну, решим уже. Можно и так, и так. Если будет какое-то супер-классное озарение, то, конечно, мы не обойдем вниманием, а в целом можем и рандомайзером использовать. То есть, у нас две футболки сейчас разыгрывают. Мы найдем, что разыграть. Если вы будете такие креативные и классные, то могут добавиться подарки. Вот так вот я скажу вам. В общем, Алена, в любом случае, почитайте все ваши комментарии. Видимо, она выберет тот, который у нее отзовется. И мы потом в инстаграме обязательно с нашей совместной фотографией подведем итог этого конкурса и расскажем, кто получит эту футболку. Так что подключайтесь, присоединяйтесь к пространству «Вкус и цвет» через футболку. Ну, а если вы в Москве, то… Пойдите в гости. Welcome, как говорится. А я знаю, что рекомендую уже. Рекомендую клюкву вместе с гранатом. Ну, и я его пробовала. Да, и ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих сериях. Готовьте по Алененым рецептам, приходите в гости. И, кстати, Алене на рецепт тоже на отдельном YouTube-канале. И ссылка на него тоже в первом вегетарианском по телевизору. Вот. Сколько у нас новостей. Все, пока.